Пятница, седьмой седмицы по Пасхе. 57-е. Зачало Евангелия от Иоанна Богослова. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня послово их. Да будет все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них и ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, Отче. Которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, доведят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал. А я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое. И открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. 57-е зачало. Евангелие от Иоанна Богослова завершает 17 главу этого Евангелия. И снова в этом зачале поднимается тема посланничества. Отец посылает сына, а сын посылает учеников. То есть слова, проповедь апостолов о Христе как Мессии, как Сыне Божьем и Спасителе мира восходят к самому Богу. Источник этой истины, источник этих знаний сам Бог, а не просто мысли или представления апостолов. Девятнадцатый стих гласит, за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Два слова требующие объяснения. Посвящаю и освящены. Посвящение и освящение. Как это понимать? Свидетель Иоанн Златоуст в этих словах о том, что Христос себя посвящает, видит ничто иное, как указание на жертвенный характер служения Христа. Христос – Агнест Божий. Мы можем говорить о чем-то, как о посвящении, о какой-то жертве, как о посвященной чему-то. Кому-то и для кого-то. И в данном случае самое важное указание на то, что Христос посвящает себя, то есть отдает себя в качестве жертвы. Эти слова имеют трудное, наверное, для принятия значение, но тем не менее, Священное Писание имеет много-много различных указаний на Христа, как на жертву. Сам Христос о себе так говорит. И опять же апостолы в своих соборных посланиях или апостол Павел говорит о Христе как о жертве и как и аркерии. То, что все православные слышат в литургии, относящиеся ко Христу, что ты тот, кто приносит и тот, кто приносится. То есть Христос одновременно и великий архиерей, и та жертва, которую приносит великий архиерей. Он является одновременно священником и то, что священник приносит в качестве жертвы, то, что священник посвящает Богу. Твоя от твоих, тебе приносящая всех из-за вся. Этот литургический возраст из евхаристического канона, известный хорошо всем православным христианам, как раз передает тайну Христа, тайну служения Христа. Не просто как пророка, учителя, царя, первосвященника, но и как саму жертву. Голговская жертва, слышим мы в разных текстах и богослужебных, и богословских. Действительно Христос та жертва, которая сам себя отдает и сам себя приносит. Но для чего это делается? Для того, чтобы верующие во Христа получили освящение. То есть Христос посвящает себя, отдает себя в качестве жертвы для того, чтобы верующие в Него получили освящение. Посвящение и освящение. Сначала Христос как отдающий себя в качестве жертвы, а потом освящение, которое получают ученики. Освящение как получение даров Святого Духа, как сошествие Святого Духа. В конечном итоге уже говорилось о том, что Дух Святой сходит на учеников только после завершения того действия, которое совершил Христос. Только после завершения этого действия. И завершается это сатириологическое, то есть спасительное действие Христа как раз с Вознесением. И через условных периодов, через 10 дней сходит Дух Святой на учеников. Вот важно осознавать, что наше освящение возможно только потому, что было посвящение Христа, посвящение себя, то есть отдание себя как жертвы. Далее. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Вот очень важные слова. Все, что сделал Христос, все, что дарует Христос, все, что Дух Святой дарует благодаря спасительному действию Господа Иисуса Христа, не только на апостолах. Не только вот на этом узком круге учеников Христовых. Нет. На всех уверовавших и присоединившихся к Церкви Христовой. Здесь прямо Господь говорит не только на них, но и на уверовавших по слову их. И действительно мы видим из деяния апостольских, что ученики Христовы возлагали руки и низводили дары Святого Духа уже на других людей. И это очень имеет важное значение для понимания Церкви именно как сосуда благодати, как сосуда действия Святого Духа. Нельзя рассматривать церковную историю с точки зрения какой-то постепенной дегенерации, как это принято в некоторых историков, видящих в углублении как бы Церковь в толщину времени, лишь постепенное, но все больше и больше отхождение от христианских идеалов и утрату благодати первичной христианской общины. Нет, это полностью противно тому, что содержится в Евангелии. Церковь Христова до сего дня является такой же Церковью, какой она была в момент своего создания. Конечно, не по каким-то другим разным признакам. Понятно, что были вещи, которые развиваются. Это и структура епархии, это и богослужение, но содержание внутреннее, действие Духа Святого, действие благодати, освящение, то же самое. И поэтому мы говорим об апостольской традиции, об апостольском предании и более того, об апостольском преемстве, которое до сего дня есть в Церкви. Господь говорит, «Отчи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, довидят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Требует отдельного объяснения, выражения «ты дал мне славу», «ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Вот это вот прежде основания мира может породить неверное объяснение, скажем, в таком арианском или полуарианском духе. То есть был мир, но прежде мира был сын, которого возлюбил Бог и дал ему славу. Это может быть вполне истолковано в арианском контексте. Напомню, что согласно арианскому учению, Христос не Бог, но высшее творение Бога, некий посредник между Богом-творцом и между, собственно говоря, тварным миром. Но сам посредник тоже тварный, хотя по своему, скажем, антологическому статусу гораздо выше тварного мира, но все равно он тоже творение. И ариане, как это понятно бывает, как и прочие еретики, искали постоянно основания своей концепции в текстах Священного Писания и находили, естественно. Потому что Писание можно толковать, можно относиться к нему с уважением, а можно Писание насиловать, дабы находить в нем те смыслы, которые выгодны лишь в рамках каких-то концепций. Это достаточно важный момент с точки зрения экзегезы. Как бы уважение к Писанию как к тексту, а не заниматься насилованием Священного Текста, дабы выудить, вычленить в нем некоторые смыслы, которые в нем и не содержались, и не предполагались к содержанию. Так как понимать, это прежде основание мира. Ведь сам Господь говорит об этом. Это выражение ни в коей мере не должно толковаться в про-арианском смысле. Ведь в Священном Писании много таких выражений, где говорится прежде, но тем не менее относится к самому Творцу. Например, в Псалтире сказано, что прежде того, как родились горы, ты был. Вот это прежде не обозначает же то, что существование Бога ставится в прямую зависимость от какого-то момента, связанного с существованием гор. Просто прежде гор, прежде и там еще чего-то, указывает лишь на вневременность. И вот это вот прежде основание мира, это не обозначает, что прежде основание мира был еще кто-то сотворен. Это прежде основание мира или прежде гор обозначает вневременность существования. И когда автор Псалмов говорит, что прежде, чем горы родились, ты был, то указывает не то, что Бог стал существовать раньше гор. Нет, указывает на вневременность существования Бога. То есть был всегда. Его значение, что ты возлюбил меня и дал мне славу прежде основания мира, указывает на то, что Христос, вторая ипостась, вневременно существовал всегда. То есть тогда, когда не существовало мира. Вот такое значение этих слов. Еще очень важный момент. «Я открыл имя Твое и открою. Да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет я в них». Уже объяснялось это выражение при чтении другого звучала «Я открыл имя Твое». На самом деле в этой 17 главе два раза Господь говорит об этом. Это 17 глава в 6 стихе. Сейчас мы его найдем. «Я открыл имя Твое человеком, которых ты дал мне от мира». И в этой же главе, но 26 стихе. «Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет я в них». То есть в одной главе дважды, в 6 и 26 стихах, говорит Господь о том, что Он открыл имя Божье. Напомню, что не надо неверно толковать данное выражение Христа с точки зрения, как представление у некоторых есть, очень антромпоморфное. О том, что есть Бог, и у Него есть какое-то личное имя. Это идет в противовес общесвятоотеческому учению об именах Божьих, что ярко выражено в известной дискуссии между святыми каппадоекийцами в 4 веке и так называемыми евномианами. И растолкование о том, что вот у Бога есть, оказывается, личное имя, которое навязывается некоторыми, даже нехристианскими, деноминациями, является изначально ложным, изначально неправильным, которые неверно представляют себе свойства божественной природы. и неверно понимают значение понятия имя в Верхом, да и в Новом Завете тоже. Итак, еще раз, что значит «я открыл имя твое»? Во-первых, как на это указывает епископ Косян Безобразов, епископ Михаил Лузин и многие другие, открыть имя твое обозначает вообще открыть тебя. То есть эти стихи должны читаться так, по смыслу. «Я открыл им тебя». Действительно. «Открыл имя» обозначает «открыл тебя», как сын открыл отца. Во-первых, дал правильное представление о Боге. Понятно, что иудеи имели представление о Боге, данное самим Богом через пророков, но эти представления были частичны и зачастую неверны уже через ложное истолкование этих врагов Христовых, книжников и фарисеев. Свидетели Иоанн Златоуст и, например, святитель Николай Сербский говорят о том, что здесь речь идет о имени Отец. То есть Христос не просто правильно говорит о Боге, не просто открывает Бога, но открывает еще и Бога как Отца. Не просто Творца, не просто Промыслителя, не просто Судью, а как Отца. И важно, что действительно, наверное, это можно говорить, так должно быть, Христос открывает Бога Троицу. То есть мы знаем, что иудеи, до сего дня, являющиеся монотеистами, не верят в Бога Троицу. Мы, христиане, исповедуем не просто Бога, но говорим, что мы исповедуем Бога Троицу. Един Бог, но в трех лицах. Троица единосущная и нераздельная, как это провозглашается во время богослужения. Так вот, Христос открывает Бога не просто как Отца, а как Отца, Сына и Святого Духа. То есть Христос открывает Бога как Бога Троицу. И, конечно же, толкование святителя Иоанна Златоуста и иных, которые говорят о том, что Христос открывает Бога как Отца, вполне может быть объяснено и пониматься как не просто откровение Бога Отца, но как откровение Бога Троицы. Отца, Сына и Духа Святого. Еще одно значение этого выражения, что Сын открывает Отца. В смысле, Сын является дверью к пониманию, даже не к пониманию, к возможности войти в общение с Богом. И вот это вот «Я открыл им имя Твое» указывает на, опять же, великую радость не пророки, даже не великие пророки открывают нам Бога. Сам Бог открывает себя. Сын открывает Отца. «Видевший меня, видел я Отца» ответ Господа на вопрошение апостола. У святителя Григория Палама есть такие рассуждения, что Христос богослов в высшем смысле этого слова. кто может говорить о Боге, богословить так, что это действительно стопроцентная истина. Не один из великих пророков, потому что это все-таки люди. Не один из великих, так называемых, профессиональных богословов. Сам Бог может говорить о себе так, как никто другой. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына. И кому Сын захочет открыть. Вспомним эти евангельские слова. Поэтому Христос открывает Бога так, как никто другой. Не как книжник, не как пророк, а Бог Сам открывает Бога. Бог Сын открывает Бога Отца. И вот эти слова о том, что я открыл им имя Твое, нужно понимать именно в таком ключе. Мы во Христе приобретаем богопознание, невиданное, несравненное до сего момента. То есть, до момента воплощения и проповеди Христа. И никто не скажет больше о Боге, чем это сделал сам Бог Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok